Привет, ребята! Вы на канале Оля Рейнбоу. Меня зовут Ольга. Сегодня мы с вами сделаем вот такой вот замечательный цветочек. Плетение этого цветочка мне предложила подписчица Диляра Фахрудинова. Она предложила плетение цветочка на крючке, но я немножечко внесла свои коррективы и сплела его на рогатки. Довольно легкий получился способ и получилась вот такая вот красота. Еще такой цветочек можно использовать как колпачок для ручки. Давайте его примерим и посмотрим, какая же красота у нас теперь находится на ручке. Надеюсь, вам этот мастер-класс понравится. И давайте же приступим к созданию вот таких вот замечательных цветочков. Плести в этом видео я буду цветочек из зеленых лепесточков. В этом цветочке у меня по 6 лепестков. Также вы можете сделать и 5 лепесточков. Но в зеленом у меня 3 резиночки, а в розовом у меня 2 резиночки. Но, как вы видите, вот этот вот зеленый цветочек намного пышнее и красивее выглядит. И для плетения этого цветочка мне понадобятся резиночки зеленого цвета и розовые резиночки. Серединка будет из розовых резиночек, а лепесточки зеленого цвета. И начнем мы плетение на рогатке, как я уже говорила. И накинем резиночки, те, которые у нас будут находиться внутри. То есть, вот эта вот серединка из розовых резиночек. Начинаю я плетение розовыми резинками. Накидываю первую резиночку на правый столбик и прокручиваю в 3 оборотика. Раз, два, три. Затем накидываю пару резиночек розового цвета. И скидываю нижние резиночки с правого столбика. Опуская резиночки на рогатке. Затем возьму 3 резиночки зеленого цвета, наши лепесточки. И накину их на правый столбик. Вот так вот аккуратненько накидываю. Обязательно берите ровненькие резиночки, чтобы у вас получился ровненький, аккуратненький цветочек. Затем накидываю пару розовых резиночек на 2 столбика. И скидываю сначала зеленые резиночки посерединке. А затем справа и с левого столбика розовые резиночки. Нижние розовые резиночки. Таким образом, чтобы зелененькие резиночки у нас находились посерединке. Опуская немножечко резиночки. Затем накидываю сначала 3 зеленых резиночки на правый столбик. Так, накинули. И затем накидываем пару резиночек розового цвета. Очень надо быть аккуратненькими, чтобы у нас ничего нигде не перепуталось. Изначально мы скидываем сначала зеленые резиночки на серединку. Так можно придерживать пальчиками. И затем нижнюю пару розовых резиночек справа и с левого столбика. Плетем мы таким вот образом, чтобы вот эта вот цепочка, первая петля у нас была немножечко выдвинута вперед. То есть к нам. Так как в конце мы эту петлю накинем на правый столбик. Поэтому вы не заводите за 2 столбика, вы ее немножечко вот так вот вперед подвинете. Так, опускаем. Значит, мы пока 2 лепесточка сделали. Накидываем следующие 3 резиночки на правый столбик. Затем накидываю пару резиночек розового цвета на 2 столбика. Так, накинули. Скидываем зеленые резиночки с правого столбика. И по паре резиночек розового цвета справа и с левого столбика. Опускаем. Так, аккуратненько. Давайте резиночки поправляем. Вот как у меня сейчас выглядит вот эта вот цепочка на рогатке. Затем накидываю зеленые резиночки на правый столбик. У нас 4 лепесточек. И пару резиночек розового цвета на 2 столбика. Так, скидываем зеленые резиночки, придерживаем их аккуратненько пальчиками. И по паре резиночек розового цвета. Перекинули. Так, 4 лепесточка готовы. Давайте вот так вот придерживаем зеленые резиночки. Накидываем снова 3 резиночки зеленого цвета на правый столбик. И пару резиночек розового цвета на 2 столбика. Аккуратненько скидываем сначала зеленые резиночки. А затем по паре резиночек розового цвета. Так, 5 лепесточков готово. Осталось нам доплести последний 6. Накидываем 3 резиночки на правый столбик. Затем мы должны будем вот эту вот петлю из 3 резиночек накинуть сейчас на правый столбик. Аккуратненько заводим крючок в эту вот петлю. И вот таким вот образом мы накидываем на правый столбик. Накинули. Давайте опустим немножечко. И накинем 1 резиночку розового цвета на 2 столбика. Так, накинули. И скидываем сначала вот эти вот 3 резиночки, которые мы только что накидывали в петлю. Скинули. Затем перекидываем зеленые резиночки. И скидываем по паре резиночек розового цвета справа и слева столбика. И теперь, чтобы снять резиночку, нам сначала надо будет вот эти последние вот 3 резиночки зеленого цвета аккуратненько опустить. Перенести вот так на правый столбик. Вниз опустить. И захватываем розовую резиночку. Снимаем ее аккуратненько с рогатки. Перекидываем на крючок. И затягиваем петлю. Продеваем одну резиночку через вторую изнутри. И затянули. И вот у нас уже получился цветочек. Давайте мы его расправим. То есть, вот эти вот последние 3 резиночки мы выгибаем в эту сторону. У нас находится на этой стороне петля. Мы эту резиночку сейчас прячем под резиночки. Перенесем ее в эту часть. И аккуратненько заводим крючок под резиночки. Накидываем розовую вот эту вот петлю. И прячем. Но если вы хотите, чтобы у вас эта фигурка была как брелочек, вы можете эту резиночку не прятать. Я ее спрячу, чтобы у меня получился красивый цветочек. Вот. Давайте развернем. И посмотрите, какая у нас замечательная фигурка получилась в виде цветочка. Надеюсь, у всех получились замечательные цветочки. Вы их с удовольствием сможете также одеть на ручку или на карандаш. А я сейчас хочу перейти к нашей рубрике «Передай себе привет». Летят приветики. Анастасия Шилова и подруги Эльвири Лис и котику Яшке. Привет Полине Шаровой. Привет Анастасии Железняковой. Привет Денису Казакову, сестренке Кате, также коту Тишке и маме с папой. Привет Андрею Танько и сестренке Юлии, а также маме с папой. Передаю привет Насте Григорьевичевой. У нее вчера был день рождения, ей исполнилось 11 лет, с чем я ее и поздравляю. Привет Эдику Верболю и Яне Верболь. Привет Диане Виноградовой. Привет Алене Писаревской и ее папе. Привет Полине Сытник, ее подружке Ляйсане Юсуповой. И привет всему городу Угличу. Передай привет Валюше Крутиковой. Передай привет Денису Казакову, Денису Никифорову, а также сестренке Кате и Коке Оле. Привет Светлане Мухиной и сестренке Настеньке. Привет Сергею Мороскову. Привет Виктории Ефимкиной и маме Людмиле, папе Александру, брату Владиславу и коту Персею. И последний приветик у нас летит Владе Колдомовой, брату Даниле, маме Любовь, папе Игорю и бабушке Люде. На этом наши приветики закончились. Видеорог уже подошел к своему завершению. Надеюсь вам видео понравилось. Если понравилось ставьте пальчики вверх. Оставляйте свои комментарии, как у вас получился этот цветочек. А я уже хочу с вами попрощаться. До новых встреч в моих новых видео уроках. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok